С вещами на выход в среду, заранее не предупреждая покупателей, руководители торгового комплекса «Лента», под контролем МЧС и прокуратуры, провели эвакуацию посетителей. По легенде, пожар произошел в самой опасной зоне – гриля. Сотрудник, обнаруживший пожар, должен был немедленно вызвать спасателей, включить сигнализацию и начать тушить источник. Последнее сделано не было. Вот и первое замечание. Все, что касаемо покупок товаров и движения с тележками по территории после сработки автоматической пожарной сигнализации, это уже непосредственно организуется действиями обслужив персонала в ходе эвакуации. То есть в расчетное время эвакуации также учитывается движение людских потоков в связи с рассредоточением пожарных эвакуационных выходов из здания. Нормативное время по эвакуации из данного здания в соответствии с расчетом составляет 3 минуты 45 секунд. Сотрудники МЧС остались недовольны расположением огнетушителей, отметили, что стеллажная система хранения помешает найти выход в случае ЧП. А недочетов здесь быть не должно. Объект сложный. В час пик находится до тысячи человек единовременно. Продавцы и работники зала должны помочь с эвакуацией. Руководители торгового комплекса и вовсе, как капитан корабля, покидают здания последними. По пожарной безопасности, согласно приказу, у нас встречает главный инженер. Он проводит и обучение, и тренировки. Проводятся они регулярно раз в квартал. И ближайшая тренировка у нас была запланирована и проведена 27 марта. Сотрудников нужно обучать и тренировать, чтобы не растерялись. Учения не реже раза в квартал. Специалисты надзорных ведомств руководству ленты на примерах показали, где те были неправы и что не учли. Усвоили ли предприниматели урок, обещали проверить. При получении обобщенной информации от сотрудников МЧС будут предприняты необходимые меры прокурорского реагирования, которые предусматривают в том числе и наложение административных штрафов. А на юридических лиц они предусмотрены от 150 до 200 тысяч. Покупатели таким учебным тревогам вовсе не рады. Покупки приходится оставлять, кассы прекращают работу в среднем на час. Иногда горожане недовольны настолько, что отказываются покидать магазин. Руководство гипермаркетов и вовсе теряет в деньгах, так приостанавливая продажи. Но что делать надо? Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.